коллеги здравствуйте меня зовут Дмитрий Тихонов и я хотел бы вам сегодня рассказать вот такой интересной вещи как специфика российского менеджмента почему мы должны об этом говорить дело в том что если вы занимаетесь менеджментом или хотите выучиться и думаете о том как занять высокопоставленную должность вы начинаете смотреть там какие книги есть на рынке допустим по менеджменту и даже наши все известные издательства они слишком увлечены иностранными книгами то есть альпино бизнес бук уважаемое издательство но печатает в основном иностранных авторов ман иванов и фарбер они говорят мы печатаем половину иностранных половину российских и вот это засилие иностранных оно конечно не очень хорошо если вы найдете в интернете такой замечательный список как 100 лучших книг о менеджменте то вы увидите что в нем только около 10 российских а 90 остальных иностранных и нужно ли это не нужно мы сейчас с вами об этом поговорим на мой взгляд большинство этих книг не может применяться напрямую в бизнесе я такие попытки предпринимал то есть это разговор не теоретика разговор практика и получилось что не очень хорошо если мы будем говорить даже о такой важной известной вещи как тайм-менеджмент и матрица эзенхауэра то она должна быть уточнена по отношению к российскому бизнесу и как минимум нужно говорить что важные срочные задачи они важны конечно но еще более важно у нас другая вещь это именно то является ли эта задача известной и контролируемой высшим должностным лицом в компании если директор заинтересован то это самая важная задача а все задачи остальные подождут и собственно еще один критерий это не срочно и не важно объем денег который висит на этой проблеме чем больше объем денег то и тем значит это может больше отнять денег или принести то тем больше эта задача является для вас одновременно и важной и срочной если мы говорим о специфике российского менеджмента то нужно искать некие удачные примеры наших авторов наших исследователей и конечно мы должны упомянуть очень известную и признаваемую большинством специалистов книгу это русская модель управления господина Прохорова но это не тот Прохоров который известный в политике миллиардер это другой кандидат экономических наук но был в свое время кандидатом наук значит и даже не из московского возра тем не менее книга появилась в начале 2000-х годов потом переиздавалась и сейчас с этой книгой многие действительно согласны я в том числе о чем она говорит о том что у россиян в связи с их историей демографии с их проживанием системы работы четко разделяется на два основных вида работы это работа в таком значит вялом состоянии можно сказать полусне и второе работа в чрезвычайной ситуации ну это было из-за того что все население жило сельской местности а там быстрая посевная потом пожары потом монголы прискакали потом мы все это убираем значит а потом зимой в общем-то спим не печи и получается россияне привыкли либо в аврале работать либо в полусне собственно я хочу привести такой смешной пример который демонстрирует что народная мудрость она где-то этими же путями идет у нас есть две пословицы о рукавах вы наверное прекрасно помните это работать либо спустя рукава либо засучив рукава а вот нормальных рукавов вот таких вот то есть классических когда мы долго работаем хорошо с высоким качеством их особенно и нету и вот такая ситуация что мы работаем либо навалившись либо работаем вяло-вяло она приводит тому что у нас с исполнительностью в общем достаточно тяжело как преподаватель нескольких уважаемых бизнес школ я провожу и количественные исследования и в частности вот на этом слайде вы можете видеть результаты двух количественных исследований при этом было опрошено за несколько лет более 500 слушателей программы МБИ соответственно это люди наверное немного старше 30 лет это люди на уровне должностей начальник управления начальник отдела начальник департамента значит вот сам вопрос сам вопрос вы видите здесь но ответ был такой что нормально выполняет задание только два три человека из десяти я не могу по-другому как-то сформулировать на мой взгляд это именно проявление низкой исполнительности при этом эта низкая исполнительность это не абсолютное свойство какое-то которое нельзя изменить и которого нельзя избежать это относительное свойство если дать нормальной мотивации нормально контролирует то исполнительность может повыситься до вот самых высоких в мире показатель но нужно знать как это делать и собственно один из элементов того как это делать и будет рассмотрен чуть позже в целом если мы переходим именно к специфике наверное негативные российского менеджмента ее можно сконфирировать в таблицу которая будет вам показана на двух следующих слайдах в большинстве книг всегда эта негативная значит специфика приводится как вот есть негативная черта . на мой взгляд бессмысленно об этом говорить значит таблицу которую вы видите она представлена по-другому значит есть какая-то негативная черта есть ее последствия для бизнеса и есть те варианты которые нужны чтобы исправить эту черту как-то ее уменьшить или вообще ее значит существенно значит убрать и вот сами вы видите эти негативные черты я осредоточусь на нескольких на мой взгляд вот важными весьма управляемые являются следующие черты это прежде всего низкая исполнительность а вторая очень важная вещь чем я постоянно сталкиваюсь как консультант и преподаватель это незнание базовых методик в нашем российском менеджменте причем базовые методики на верхнем уровне они уже знакомы и осознанны поскольку директора они уже закончили какие-то образовательные учреждения второго дополнительного образования они что-то знают а вот на уровне подразделения ситуация достаточно тяжела вот какие базовые самые навыки управления можно упомянуть но прежде всего это постановка задач это планирование подразделения это обучение своих сотрудников это проведение переговоров написание писем вот еще одно исследование которое я провел уже в этом двенадцатом году очень интересно и меня оно очень удивило значит было опрошено более ста слушателей которые учились в этом году это слушатели московских бизнес-школ уровня MBA значит вопрос такой умеете ли вы правильно ставить задачи своим подчиненным из ста человек только три ответили утвердительно причем это вот очень яркий показатель потому что вообще активных людей обычно процентов 15-20 и по идее 15-20 ответов мы должны были получить но вот из того что из ста только три ответили понятно что ситуация далека от какого-то позитивного момента с этим надо что-то делать я бы хотел вот остановиться на том что делать и по отношению к исполнительности и по отношению вот к этим перечисленным базовым методикам значит как мы должны на практике бороться с неисполнительностью показывать следующий слайд он достаточно простой это все отработано на практике и вот сотрудники где-то за два-три месяца придя на работу они уже становятся весьма эффективными с точки зрения бизнес-процессов и весьма исполнительными но если это пять шагов всего-навсего значит первый шаг нужно при поступлении на работу обязательно об этом говорить то есть исполнительность важно особенно это важно для молодых людей которые в общем достаточно эгоцентричные которые видят слышат самих себя им нужно объяснять что нужно слушать начальника нужно это все выполнять второе во все нормативные документы компании нужно эту исполнительность прописывать чаще всего это звучит так что исполнитель либо выполняет задание либо заблаговременно докладывает о причинах невозможности его выполнения третий шаг это естественно установка системы контроля если ваши задачи и задания длинные то обязательно должен быть промежуточный контроль четвертый шаг все ключевые сотрудники должны иметь отчетность все ну не ключевые сотрудники типа уборщиц наверное они могут не иметь отчетности на ключевые должны быть и наконец пятое не исполнительная исполнительность должна влиять на вашу мотивацию в материальном смысле то есть вы кого-то примеруете кого-то наказываете тогда это влияет на ваших сотрудников позитивно и наконец общий вопрос с недостатками с исполнительностью я хочу дать вам очень короткий интересный инструмент значит на следующем слайде вы увидите в виде таблицы значит этот инструмент родился не из теории он родился из наших нескольких проектов по увеличению продаж чем что было понятно увеличение продаж обычно это где-то 60 70 процентов прирост годовой выручки компании за год после наших конструктивных проектов значит само управление подклонением это известная вещь но википедии определяется очень общим таким порядком непонятно как делать а собственно на слайде вы увидите значит нужно всего-навсего руководителю а еще руководителю на фронт подразделения это больше всего на производственные продажные подразделения работает заполнить следующую таблицу у таблицы две части левая и правая левая часть мы говорим о том что каждое существенное замечание и претензии к работе сотрудников должны быть учтены соответственно обычно каждое замечание можем разделить на какой-то из трех классов это замечание к самому качеству работы то есть бизнес-процессу это замечание относительно дисциплины труда и третье это замечание по отчетности потому что бывает крайне замечательный продавец очень любит отчетность а тогда мы не можем управлять и собственно если мы говорим что сотрудник Иванов такого-то числа допустил такое нарушение это левая часть таблицы то в правой части мы даем как раз устранение отклонений то есть что здесь у нас есть это как какую реакцию мы даем кто ее дает какого числа отметка выполнения и получается что на каждое существенное отклонение мы даем обязательную реакцию тем самым мы уничтожаем класс постоянно появляющихся ошибок мы вот эти постоянные ошибки мы давим и они исчезают это хорошая система она правда не очень быстро ставится но потом дает очень глубокий длинный результат то есть система начинает улучшать сама себя второе мы достигаем объективности в управлении персоналом почему потому что мы уже видим какое количество замечаний есть у нас по каждому сотруднику когда мы эту систему предлагаем директорам мы слышим что она очень сложная большая нужно давать 200 замечаний это в неделю это неправда значит эта система хорошо работает на уровне 7-8 замечаний в месяц на одного сотрудника то есть на отделу из 10 человек это 70 замечаний в месяц то есть это абсолютно реализуемое несложный объем работы который многое дает значит что еще это дает для высшего руководства сразу становится понятно как работают начальники подразделения то есть если у кого-то подразделения замечаний нет значит начальник плохо работает люди то они похожи люди одинаковые и значит количество замечаний должно быть велико в начале этого пути для всех и вот такая система позволяет улучшить бизнес-процесс поставить бизнес-процесс бороться с отклонениями и значит достигнуть высокой эффективности